Сегодня выпуск будет об одном из самых многообещающих талантов сборной Армении 19-летним нападающим Гранд Леон Ранусе. Гранд родился 20 июля 2003 года в Гердене, земле Нижняя Саксония, что находится на севере Германии. О его родителях известно только то, что в 90-е годы они переехали в Германию и являются армянами. Что интересно, первая фамилия футболиста звучит как Мамедова, что для русскоязычного человека вполне логично звучит как женская азербайджанская фамилия. С этим связан курьез. Когда азербайджанские журналисты и спортивные функционеры впервые узнали, что в структуре Баварии есть футболист по фамилии Мамедова, тут же заинтересовались им. Правда, их смущало армянское имя Гранд, но все же попытка не пырка. Они ожидаемо охладили свой пыл, когда узнали, что футболист является армянином. По сведениям азербайджанских СМИ, фамилию Мамедова он получил от родителей. Те, в свою очередь, взяли его, чтобы получить статус беженца в Германии и получить льготы для проживания там. Женская же вариация самой популярной азербайджанской фамилии якобы является ошибкой при составлении документации. Однако подлинность этой истории недостоверна. Зато известно, что настоящей фамилией Гранда является Яранусян. Отсюда и производная от него – Ранус. Именно под этой фамилией он начал выступать, перейдя в Мюнхенскую Баварию. А начинал маленький Гранд заниматься футболом в юношеской команде Беннигсона, откуда потом перешел в Академию Ганновер 96. Там, во время региональных детских соревнований, его заприметили скауты знаменитой Дортмундской Боруссии. И в 14 лет Ранус сделал большой шаг в карьере, перейдя в этот клуб. Именно здесь он проявил себя как один из самых талантливых футболистов своего возраста, после чего удостоился приглашения в самый титулованный клуб Германии – Мюнхенскую Баварию. Дебютный сезон 2018-2019 в Баварии в команде до 17 лет выдался тяжелым для 15-летнего Рануса. Он не всегда попадал в состав и в 15 матчах забил два гола и отдал две голевые передачи. В следующем сезоне 15-летний футболист совмещал выступления в команде до 17 лет с периодическими играми за команду до 19 лет, где умудрился за 4 матча забить три гола и сделать одну голевую передачу. Восхищенный талантом юного гения, уже в следующем сезоне тренерский штаб полностью перевел его в команду до 19 лет, где в 33 матчах во всех топ-мирах он забил 16 голов и отдал 11 голевых передач. После такой феерии функционеры Баварии решили не задерживать рост юного футболиста и в сезоне 2022-23 перевели его во вторую команду Баварии, которая выступает в 4 региональной лиге. Здесь он по-настоящему заявил о себе как о бомбардире, настолько, что местные баварские СМИ называли его новым Ливандовским со схожие физические данные, голевое чутье и тот факт, что Ранус тоже перешел Баварию из Дортмунской Боруссии. Статистика футболиста на самом деле впечатляющая. В 38 матчах он наколотил 21 гол и 12 голевых передач. В основном он выступает на позиции чистого нападающего, но может быть также в роли флангового инсайда. В минувшем сезоне его периодически привлекали к тренировкам с основной командой. Правда, в официальных матчах он так и не принял участие. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы им заинтересовалась федерация футбола Армении. Буквально за считанные недели с ним были улажены вопросы получения армянского гражданства и на удивление для армянских болельщиков футболист уже в апреле был приглашен на сбор к матчам со сборными Турции и Кипра. Однако в УЕФА не успели так быстро принять и проверить все документы, поэтому в отборочном матче с Турцией он принять участие не смог. По мнению многих специалистов и болельщиков, именно его участие могло сказаться на итоговом результате. Армянская команда давила больше половины матча, имела много подходов к воротам соперника, однако на завершающей стадии не хватало того, кто может закончить комбинацию голом. Через несколько дней в товарищеском матче со сборной Кипра рано сдебютировал за сборную Армении, и показал всем, какой нападающий нужен национальной команде. Его два гола позволили свести в ничью матч с Кипром. Тренер Александр Петраков был в восторге от новичка сборной и не скрывал своего восхищения. Сам Грант тоже поделился эмоциями от дебюта за свою историческую родину. Это были замечательные дни в Армении. Вся команда оказала мне очень теплый прием и упростила мне задачу. Тренировки были отличными и конечно же я невероятно горжусь и счастлив, что смог забить два гола в своей первой игре. Также футболист поведал, почему решил принять вызов в сборную Армении. Я люблю эту страну и очень горжусь, что являюсь армянином. Когда со мной связались из Федерации Футбола Армении, я сразу сказал, что хочу играть за национальную сборную Армении. Я еще очень молод, но сделаю всевозможное, что в моих силах, чтобы помочь команде. В национальной команде Ранос уже успел найти общий язык с товарищами по команде. Больше всего он общается с Аркисом Адамяном из-за знания последним немецкого языка. Но также недавно в одном из интервью он поделился, что хорошо общается с Эдуардом Спиртианом и постоянно на связи с ним. Ранос старается учить армянский язык, чтобы лучше понимать своих товарищей по команде и быть ближе к полейщикам. Он раньше остальных приехал в Ереван перед сбором национальной команды в преддверии матча с Вальцем и Латвией, чтобы получше узнать Армению и подольше побыть со своей бабушкой, живущей в Ереване. Важно отметить, что выступление на международной арене самым положительным образом сказалось на карьере молодого армянского футболиста. О нем заговорили ведущие немецкие СМИ. На его внушительную статистику в молодежной команде Баварии обратили внимание селекционеры клуба Бундеслиги и вот совсем недавно его подписал один из крепких средников высшей лиги, Боруси и Смихен-Гладбаха. Причем еще несколько лет назад она выступала в Лиге чемпионов. В минувшем сезоне шеребцы, как их называют Германии, заняли 10 место в Бундеслиге. Вот как высказался о подписании Рануса спортивный директор клуба Роланд Виркус. Крант Леон Ранус очень интересный и талантливый футболист, который может играть как на позиции девятки, так и в качестве атакующего полузащитника. Он провел очень впечатляющий сезон в региональной лиге и он хочет проявить себя у нас на более высоком уровне. Мы ему поможем в этом. Контракт с новым клубом рассчитан до 2027 года. Безусловно, это большой шаг вперед для 19-летнего нападающего в сборной Армении. Теперь главное проявить себя на уровне Бундеслиги. Сам футболист думает точно так же. Я очень рад стать частью этого замечательного клуба. Это большой шаг в моей карьере, которому я подойду с полной мотивацией и целеустремленностью. В завершении видео хотелось бы отметить, что пример Гранта Леона Рануса показательный для тех, кто выбирает сердцем, а не соображениями о том, в какой национальной команде он может достичь больших высот. Такие футболисты, как Юра Мавсисян и Арасу Сбилис навсегда вписали свое имя в историю армянского футбола. При этом именно выступления за национальную команду Армении помогли им состояться в большом футболе. Чего добился условно уругвайц Хуаким Погусян или россиянин Артур Малуян, которые в свое время отказались надеть футболку национальной команды Армении? Ничего. Они их забыли как в Армении, так и в стране их проживания. И то же самое повторяется сейчас. После вызова в сборную Армении карьеры Спертияна, Тикнизяна и Рануса пошли вверх. Они стали чувствовать себя увереннее в своих клубах и улучшили свою статистику. А некоторые футболисты, отказавшиеся от своих армянских корней, не будем называть имена, переживают застой в игре и в данный момент неинтересно сильным европейским клубом. Хочется пожелать от всей души всем молодым футболистам делать выбор сердцем, тогда они точно доблются большего и останутся в сердцах преданных болельщиков. Если видео пришлось вам по душе, не забудьте отблагодарить меня лайком и подпиской на канал, ведь уже 16 июня наша национальная сборная сыграет с Уэльсом в гостях от 19 с Латвии в Ереване. Естественно, на канале мы разберем эти матчи, оценим выступления наших футболистов и в целом перспективы нашей команды на выход в финальную стадию турнира. Превью об этих матчах с разбором приглашенных футболистов, их кондициями и предварительной тактикой и составом на матч уже есть на канале. Подпишитесь, чтобы не пропускать новые выпуски. До новых встреч!